Здравствуйте, друзья! Рада приветствовать вас на канале Мой Солнечный Сад. Сегодня речь пойдет у нас о лианах. О лианах, которые цветут на протяжении длительного времени. И если вы хотите свой сад сделать еще более красивым, более привлекательным, задекорировать, возможно, какие-то неприглядные места или еще красивее оформить свое место отдыха, беседку или что-то подобное, то этот ролик для вас. Советую досмотреть его до конца, потому что информация будет о каждом растении самая-самая нужная, самая важная, то есть она собрана с многих источников и будет вам представлена. Если вы бережете свое время, то этот ролик для вас. Итак, пять лиан, которые я хочу представить вашему вниманию, это лианы, которые зимуют в полосе, в средней полосе России, также в Подмосковье, возможно, даже на Урале и Сибири при хорошем укрытии. Потому что лианы все-таки, они гости из тропических стран, из более южных регионов. Поэтому практически все лианы требуют укрытия. Но, конечно, есть и зимостойки. О них мы тоже поговорим в данном ролике. Так вот, друзья, я специально не включила в этот список плетущиеся розы, плетистые, правильно ли, розы, которые, на мой взгляд, заслуживают отдельного ролика, отдельного внимания. То есть о розах этой красавицы, королеве сада, есть о чем поговорить. И еще я не включила в этот список лианы, которые не цветут. Они зимуют, есть такие лианы у нас, которые зимуют прекрасно, но не цветут. Они имеют хорошую зелень, декорируют. Но в этот список я их не включила, потому что их довольно много. И, в принципе, они довольно известные. Но если нужно будет, мы о них тоже поговорим отдельно. Так вот, этот, значит, топ 5 цветущих, неприхотливых лиан или вьющихся растений, как вам удобнее, для садовых участков. Прошу вас, смотрите и выбирайте себе. Возможно, какая-то из этих красавиц приживется в этом году у вас и будет радовать вас своим цветением и своей зеленью, и своим прекрасным ароматом. Первый в моем списке цветущих зимующих лиан – это кампсис или текома. Многолетняя листопадная лиана, которая неплохо прижилась в средней полосе. Очень пышное и долгое цветение. Но чтобы получить пышное цветение, нужно знать некоторые особенности выращивания этой культуры. Цветки у текома в форме колокольчиков или маленьких граммофончиков. Желто-оранжевый, красный или розовый окраски. Известны такие виды, как кампсис крупноцветковый, укореняющийся и гибридный. Последний – это гибрид двух предыдущих видов. Самый морозостойкий. Место для посадки лиана выбираем на южной или юго-восточной стороне. Кампсис почти не подвержен болезням и вредителям. Однако это растение нуждается в подкормках. В первой половине лета подкармливаем подкорень попеременно органическими и комплексными удобрениями. Для пышного цветения рекомендуется опрыскивание раствором кемиры 1-2 раза в неделю. В жару необходим регулярный полив. Цветет текома на побегах текущего года. Обычно растения формируют в 2-4 основных побега. Они составляют скелет и несут на себе основную нагрузку при цветении. У основания лианы образуется множество побегов. Их нужно вырезать. Мелкие побочные побеги, тонкие, их тоже нужно удалять и оставлять лишь скелетные ветви. Осенью оставляют только скелетные ветви. Остальные укорачивают до 2-3 почек. Позднюю осенью лиану снимают с опоры, укладывают на землю и накрывают лапником и спонбордом. Вторым номером в моем списке является жимолость каприфоль. Имеет приятный аромат и неповторимые цветы. Создает уют и тень на приусаденном участке или в вашей беседке. Лиана может достигать 6 метров. При созревании цветы превращаются в гроздь спелых ягод, что придает особое очарование этой лиане. Ягоды несъедобные. Период цветения зависит от сорта. Лиана мощная и требуется надежная опора, иначе жимолость потеряет декоративный вид. К положительным моментам можно отнести следующее. Простота в уходе, декоративный вид, разнообразие цветов, быстрая адаптация к погодным условиям, приятный аромат, быстрый рост, создание тени и уюта на свежем воздухе, крепкий иммунитет. К недостаткам или хлопотам можно отнести несъедобные плоды, быстрое цветение, обрезка ветвей, формирование опоры, ухудшение внешних данных при пересадке, необходимость формирования куста и регулярного полива. Каприфоль хорошо отзывается на подкормки. При росте саженцев выбирайте 3 самых крепких побега, остальные аккуратно сорвите. Когда пойдет в рост, подрежьте верхушки для формирования живой изгороди. Размножать лиану лучше всего отводками. Осенью побеги снимайте с опоры и уложите на землю. Сверху прикройте лапником и спонбондом. При выполнении нехитрых правил жимовский каприфоль будет радовать вас нежным цветением и красивой листвой. Третий номер это гортензия черешковая. Гортензия черешковая – широко распространенное декоративное растение, отличающееся неприхотливостью в выращивании. Стебли представляют с тобой листопадные лианы, вырастающие до 20 метров в зависимости от сорта. Листья крупные, темно-зеленые или в ариегатной форме в зависимости от сорта. Цветы белые или с оттенком розового или фиолетового до 20 сантиметров в диаметре. Черешковая гортензия отличается хорошей зимостойкостью, но уязвима перед возвратными заморозками. Взрослое растение способно переносить морозы до минус 35. Защищать рекомендуется только молодые саженцы двух-трех лет жизни. Гортензия нуждается в солнечном свете, но плохо переносит палящий зной и сквозняки, поэтому сажать ее нужно на участке, где есть притянение и защита от ветра. Почву предпочитают кислые с низким содержанием кальция. Почва должна быть рыхлая. Если это не так, то добавьте песка. Ни в коем случае нельзя удобрять гортензию известью и золой. Черешковая гортензия – водохлеб. Поливы должны быть регулярными. Также растению требуется обрезка. В процессе удаляют засохшие побеги, оставляя только 6-10 сильных здоровых плетей. Однолетние побеги не срезают, но укорачивают до 5 пар почек. Отзывчива она и на подкормке до трех раз за сезон. Взрослые растения не нуждаются в укрытии и зимуют так. Как видите, растения довольно неприхотливые и достойны быть в вашем саду. Четвертый номер – это клематис. Пожалуй, самая распространенная и любимая многими садоводами лиана. Усыпанная множеством цветов самых разных оттенков. Посадка и уход в открытом грунте за клематисами под силу даже новичкам. Благодаря различным видам это растение может быть не только лианой, но еще и кустарником. Из него можно сделать замечательные цветущие изгороди. Выбрать из многообразия роскошных цветов свой сорт достаточно сложно. Ведь любой сорт красиво выглядит и сам по себе и в сочетании с другими цветами. Например, с розами. Клематисы распределяют по группам и способу обрезки. Первые группы цветы появляются только на прошлогодних побегах. Поэтому, если вы обрежете все старые побеги на зиму или весной, то цветения не увидите никогда. У второй группы обрезки цветы появляются как на прошлогодних побегах, так и на новых. Если сорт махровый, то цветы появляются только на прошлогодних побегах. У третьей группы обрезки цветы появляются только на молодых побегах. Обрезая почти под корень, вы можете на следующий год наблюдать пышное цветение. Эти виды самые неприхотливые. Это идеальные сорта для начинающих. Клематисы не терпят пересадки, поэтому сразу высаживаем их на постоянное место. Сажаем в грунт, как пройдут ночные заморозки. В посадочную яму добавляем торф, перегной и зерновую землю. Обязательно добавьте стакан золы. Цветы у лианы любят солнечное место, а корни тень, поэтому рядом с ними хорошо посадить низкорослые цветы или декоративные травы. Раз в 10 дней растения нужно подкормить удобрениями для цветущих растений. При нехитром уходе у вас обязательно получится вырастить это замечательное растение. И последнее в моем списке, но не по значению, это калистегия пушистая или махровая. Этот цветок в народе называют сибирской розой. Это связано с тем, что цветы похожи на соцветия распустившихся роз. Обильный цветет уже в первый год посадки, начиная с середины июля. Цветение очень обильное. Калистегия себя хорошо чувствует в любых условиях, поэтому особых проблем при выращивании не наблюдается. Любит солнце, но будет расти и в тени, только зацветет на 2 недели позже. В легкой питательной почве растение может расти до 30 лет. К поливам не требовательно, но нуждается в регулярных подкормках для длительного и обильного цветения. Лучше чередовать минеральные и органические удобрения. Калистегия не любит пересадок, но если уж есть необходимость в этом, то лучшее время для пересадки – это ранняя осень. Не стоит забывать, что это растение-агрессор, и если вы не хотите через пару сезонов на своем участке наблюдать только калистегию, то стоит ее ограничивать в разрастании, вырывая молодые поросли или сажать лиану в ограничитель, например, в большой цветочный горшок, вкопанный в землю. Уход заключается в периодическом удалении от светших бутонов и прореживании куста на предмет слабых молодых побегов. Калистегия очень любит улитки и слизни, поэтому следует периодически обрабатывать лиану соответствующими препаратами. И все-таки это растение, безусловно, заслуживает внимания. Калистегия зимостойкая, и укрытие на зиму не требуется. Укрываем ее только в первый год посадки. Ну так вот, дорогие друзья, я постаралась показать вам самые интересные, самые неприхотливые, самые красиво цветущие лианы, эти вьющиеся растения. Я надеюсь, что для вас этот ролик был полезен, потому что в нем собрана самая важная и нужная информация о каждом растении. Если вам этот ролик был полезен, если он понравился, то, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал и не забудьте нажать колокольчик для того, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Всего доброго, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok